Ну что ж, наступила весна, и появились вот такие вот у нас кучи. Это крот. Все это знают, всем он надоедает. Вернее, не всем, может быть, многим. Ну и летом, не только весной он начинает рыть свои вот эти вот кучи. Роет везде и газоны, в общем, все-все-все, что он может, все он роет. И я уверена, что мало кому нравится вот такая картина. Когда мы сажаем свои деревья, кустарники или что-то еще, даже грядки, они вот такие вот вещи вытворяют. Ну а теперь я могу вам рассказать, как я сделала себе приспособление такое, от которого они пропали. И теперь я пять лет совершенно не знаю, что такое кроты. Ну и для начала я покажу вам сначала свой участок, потому что я снимала не на своем участке эти ямки, кучки. Вот так вот выглядит сейчас мой участок, без всяких кротов. Вон там газон. Прошло всего буквально пять дней, как я снимала. Шла домой и снимала те кротовые кучи. Видите, все чистенько, все. У меня было тоже от соседей шли ко мне кроты везде. Сейчас кротов нет. Ну а теперь само приспособление. Для этого нам понадобится шпагат, банки пивные, там из-под коктейлей, в общем, вот такие банки. И примерно метр арматуры. Ну у меня пластиковая, я буду делать просто вам показать. Но нужна металлическая. Лучше, конечно, будет, что если будет это металлическая. Или какая-нибудь металлическая труба. Ну и начнем делать. Что мы делаем? Отрезаем веревочку. Шпагат. И вот в это колечко просовываем. И так делаем со всеми банками. Можно по одной банке. Лучше, конечно, по две вешать. Так, одну мы сделали. Сейчас здесь завяжем. Если этого колечка нет, то можно, вот как у меня здесь, то можно просто проткнуть банку. Чем-нибудь остальным, шилом или еще чем. И точно так же ее прикрепить. О, полетели. Такой ветер у нас сегодня. Так, сюда. В общем, вы понимаете, да? Видно там, что я делаю. Привязываю все к веревочке. Так. Ну и теперь берем арматуру и на самый край привязываем эти банки. Так, чтобы они болтались. Как вам удобно, так и завязывайте. Я завяжу так. А вам как удобно, так и завязывайте. Смысл в том, что эти банки должны висеть. Ну и греметь, я так понимаю. Немножко, конечно, это напряг, но это лучше, чем когда кроты у нас будут бедать. Так, все это я сделала. Вот, получается вот такая погремюшка. Ну вот, а дальше смысл такой. Ставим туда ее, где у вас множество кротов. И когда будет ветерок, они будут вот так вот греметь, ударяясь об эту металлическую палку или арматуру. У меня она высокая, потому что она мне не нужна резать, я ее не буду. Ну, лучше, конечно, чтобы она была пониже. И от звука, наверное, какая-то вибрация происходит в земле, кроты уходят. Говорю только то, что мне помогло. Допустим, если у вас нет арматуры или какой-нибудь железной трубы, я еще вешала вот так вот, развешивала на забор. И точно так же, когда ветер, вот они, видите, швелится ветерок такой у нас пока небольшой. И точно так же они у меня стучали здесь по забору. И кротов у меня не было. Хотя у соседки моей кроты есть. Не хочет она меня слушать. Ну, и вот так вот они при ветре создают вот такой звон. Как только начинаю снимать, затихает все. Ну, что это такое? Ну, вот так вот они вот гремят потихонечку, мелодично от ветра. Можно так же повесить. Может, у кого-то арки есть. Вот здесь у меня малина. Вот, пожалуйста, тоже подвесила. И она стучит. Пока легкий ветерок. Но при сильном ветре они будут хорошо стучать. И вот такие вертушки можно сделать из пластиковой бутылки. От сильного ветра они тоже крутятся, вращаются и трещат.